МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, с мостом всё будет в порядке. Как самые передовые технологии уживаются с древними суевериями? Сегодня в программе. Видно, в понедельниках мама родила. Откуда берутся суеверия? Появились какие-то артефакты, которые человек не может объяснить. Сон в руку. Почему приметы сбываются? Человек наблюдал, человек приметил, человек увидел повторяемость. И как самому управлять своим счастьем? Когда ветер наполняет бруса, нужно обязательно посвистить. Только в программе «Тайны Чапман» актёр и шоумен Никита Джигурда раскрывает главную тайну мироздания. Человечество очень юная цивилизация. КОНЕЦ Оказывается, суеверными бывают не только простые люди, но и представители королевских семей. Северная Ирландия, Белфаст, июнь 2014-го. Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом принцем Филиппом посетили съёмочную площадку популярного сериала «Игра престолов». Королева познакомилась со съёмочной группой и сфотографировалась рядом со знаменитым железным троном. И в романе Джорджа Мартина, и в сериале это символ той опасности, которую несёт в себе ничем не ограниченная власть. Власть – это не удовольствие, а тяжкий груз и очень опасная вещь. Это и жёсткий наркотик, потому что к нему все рвутся. Режут друг друга, интригуют, подставляют и так далее, и тому подобное. Но при этом они получают в конце не удовольствие, а железный трон, который может убить. Сесть на железный трон даже ради эффектного кадра Её Величество отказалось. Плохая примета, потому что сидеть королева может только на своём троне, а на чужом нельзя. США, Вашингтон, январь 2009 года. На церемонии инаугурации Барак Обама путает текст присяги. Ошибка происходит по вине председателя коллегии Верховного суда США Джона Робертса, за которым новый президент повторяет слова. Чтобы избежать разговоров о плохом предзнаменовании, Барак Обама принимает присягу ещё раз. Суеверие вызвано некоторой неуверенностью в себе, боязнью. Кто и откуда посылает нам эти знаки? В конце правления Барака Обамы его называли одним из худших президентов США с 1945 года, а избиратели демонстративно уходили с его публичных выступлений. Наш мир далеко не единственный. Знаменитый английский учёный Стивен Хокинг в своей предсмертной статье математически доказал теорию мультивселенной. Поклонники Хокинга уверены, он не умер. Он просто перешёл в параллельный мир. За долгие века человечество накопило тысячи подтверждений тому, что другие измерения действительно существуют. Основываясь на гипотезе о параллельных мирах, величайшие физики 20-го столетия сделали свои прорывные открытия. Многомерность ещё появилась от Геродота. То есть греческие учёные, вот они-то как раз размышляли и неоднократно доказывали даже чисто экспериментально, что многомерность везде и всюду рядом с нами. И мы-то многомерны. С древних времён человечество фиксирует факты, подтверждающие, что наш мир не единственный. Проявление параллельных миров в нашей обыденной жизни начало проявляться по древним писаниям уже в средние века. И даже в Древней Греции было известно, что полк греческих солдат при битве вдруг бесследным образом исчез. Теорию параллельных миров разработал в середине прошлого века американский физик Хью Эверетт, опираясь на законы квантовой механики и теории вероятности, он утверждал, что у любого события может быть столько же исходов, сколько существует параллельных измерений, то есть бесконечное множество. У нас, у каждого человека, у каждой души, у нас вот эти параллельные меры, о которых мы говорили, у нас очень много есть вариантов выбора. Немецкий физик-теоретик Макс Квант сумел экспериментально доказать, что электрон может вести себя и как частица, и как волна. Но даже это не главное. Самое удивительное, что поведение электрона зависит от присутствия наблюдателя. Говоря иначе, электрон обладает определенными характеристиками только в тот момент, когда проводятся исследования. Но почему? Пока никто не знает, даже мало того, не знает, как летают электроны вокруг ядра. Чем объяснить такое странное поведение электронов? Может быть тем, что само присутствие исследователя влияет на элементарные частицы? Феномен так и назвали. Эффект наблюдателя. В последнее время, особенно проявилось, лет 20 тому назад, как раз вот то самое здесь пропорции, непонятное влияние человека на результаты. Фью Эверетт предположил, что электрон всегда существует в двух состояниях – и волны, и частицы. В каком состоянии увидит электрон наблюдатель, зависит от того, в каком из параллельных миров наблюдатель окажется в момент исследования, и от того, каких результатов наблюдатель хочет добиться. Множество экспериментов, проведенных физиками, подтверждают – мы получаем именно то, к чему готовимся. Лет примерно 30-40 тому назад в ряде публикаций среди физиков-исследователей появилось интереснейшее сообщение, что при проведении эксперимента я задумаю положительное решение, и я его всегда получаю. Не просто 50-50 – отрицательный и положительный ответ. Но если я хочу получить положительный, я получаю. И здесь вот как раз наблюдатель, он выражает свое отношение. В это трудно поверить, но квантовая физика доказала – с помощью силы мысли мы можем получать любой результат, которого пожелаем. Мысль материальная, ибо все, что есть на планете Земля – это же мысль, это мысль некой сущности информационно-энергетической, к которой мы причастны. Вот в чем штука. Исходя из приметов, из знаний, из религиозного опыта, ты понимаешь, что повторение мандр, молитвы или аутогенной тренировки настраивает тебя на ту гармонию, в которой ты можешь существовать. Существование множества параллельных миров позволяет нам выбирать любой вариант, по которому будет развиваться важное для нас событие. Гипотеза об эффекте наблюдателя позволяет предположить, что перемещение по параллельным мирам происходит не с помощью каких-то волшебных машин, а благодаря тому выбору, который делает человек в своей жизни. Умение считывать и правильно интерпретировать путеводные знаки, которые мы называем суевериями, дает немногим людям ключ к по-настоящему успешной жизни. Это опытные путешественники по параллельным мирам. Космонавты – люди суеверные. Перед стартом они всегда смотрят фильм «Белое солнце пустыни». А на корпусе ракеты-носителя пишут имя Таня. Начало космическим суевериям положил сам Сергей Королев. Он запрещал назначать старты ракет на понедельнике. Нередко это провоцировало скандалы на правительственном уровне. Однако никто не мог переубедить главного конструктора. Некоторые суеверия в нашу космонавтику пришли из флота. Ведь космонавтов нередко набирали из летчиков ВМФ. Именно поэтому в космосе, как и на море, считается, что женщина на борту – это недобрый знак. Казахстан, апрель 2008 года. Спускаемая капсула корабля «Союз ТМА-11» совершает жесткую посадку, значительно отклонившись от места назначения. Экипаж «Возвращение» – командир корабля Юрий Молоченко, бортинженер Пэг Уитсон и участница экспедиции Лисон Йон. После происшедшего тогдашний глава Роскосмоса Анатолий Приминов заявил, «В будущем мы будем работать над тем, чтобы число женщин на борту не превышало число мужчин». Почему не использовать примету? Почему не использовать чьё-то суеверие? Давно замечено. Популярность оккультных течений, эзотерики, астрологии, магии всегда резко возрастает в те времена, когда государство слабеет. И наоборот, сильная власть пытается свести к минимуму влияние мистиков на общество. Многие высокопоставленные функционеры Третьего Рейха преследовали оккультистов. Вот какой циркуляр разослал партийным работникам личный секретарь фюрера Мартин Борман. Оккультные круги пытаются посеять замешательства и сомнения среди народа, осознанно распространяя истории о чудесах, пророчествах, астрологических предсказаниях будущего. В принципе, через суеверие, опять же, можно каким-то образом опосредованно управлять обществом, вносить какие-то коррективы, какие-то настроения. Но почему правители сами следуют знакам и приметам, а народу внушают, что быть суеверным просто стыдно? Может быть, всё дело в том, что речь идёт о контактах с параллельными мирами, и властители не хотят, чтобы простые люди сами управляли своей судьбой? Что же это такое суеверие? Вера в суеверие – это означает вера во мне. То есть я как бы проявляю своё внутреннее желание верить. Поэтому суеверие – это я внутренне верю, верю, что это происходит. Но я, если я разумный человек, он именно гомо сапиенс, то тогда я в этом случае строю обоснование, почему это происходит. Не просто веру в её, и всё. Наблюдательный человек сделает выводы о том, что означают те или иные повторяющиеся знаки. Приметы могут послужить науке. Вот, в частности, великие хирурги Щёткина и Блюнберг приметили, что когда они пальпируют и щупают живот у больного с аппендицитом, когда они нажимают и отпускают, болезненность сильнее при отпускании. Этот симптом, который называется Щёткина и Блюнберга, характерен для перитания. То есть это всё приметы в медицине, это симптомы. Понимаете? То есть человек наблюдал, человек приметил, человек увидел повторяемость. Суеверие – знание, построенное на наблюдении. Они не только помогают избежать неприятностей, но и дают возможность программировать себя на успех. Это попытка людей как сигнал посылать. Как в интернет мы закладываем пароль, слово, получаем информацию, так здесь человек своё желание раскладывает или переносит на приметы, и акцентируя на этом внимание, каким-то образом влияет на подсознание. Суеверия работают даже в тех случаях, когда объяснить происхождение того или иного знака мы не можем. Крам крыс в Индии называют восьмым чудом света. 20 тысяч живущих здесь грызунов обеспечены всем необходимым. Индийские миллионеры, не скупясь, платят за то, чтобы заполучить хотя бы нескольких священных зверьков для своих резиденций. Считается, что крысы способствуют процветанию бизнеса. Возможно, искренняя вера в приметы обеспечивает успех стране, экономика которой сегодня занимает третье место по объему ВВП после Китая и США. Много ли людей в нашей стране верят в приметы? Точной статистики нет, но кое-какие предположения сделать можно. Большинство артистов – суеверные люди. Придумывают себе какие-то уловки, какие-то подсказки, талисманы. Ну, я думаю, поскольку актеры являются частью общества и яркой частью, они отражают тенденцию. Происхождение многих суеверий можно объяснить без всякой мистики. К примеру, рассыпанная соль приводила к ссорам потому, что была дорогой. И подобное расточительство не могло пройти незамеченным. Однако далеко не все приметы имеют рациональное объяснение. У меня дважды случались совпадения, когда мы приезжали к стойбищу шаманов, и там у нас ломался автобус. У меня образовалось свое теперь суеверие после вот этих вот двух поездок, что если едешь к шаманам, бери с собой второй автобус. Существует множество профессиональных суеверий у людей, работающих в кино. К примеру, если сценарий падает на пол, это знак, что фильм может не выйти на экраны. Неоднократно видел, как даже народные артисты, уронив сценарий, присаживались и садились на него. По свидетельству современников, знаменитый советский режиссер Сергей Эйзенштейн в фильме «Бежен лук» из суеверных соображений заменил сцену разгрома церкви поджогом урожая. Смотрите далее. Рубим с плеча. Чем стрижется самый брутальный мужчина российского шоу-бизнеса? Будем совершать обряд сбрасывания отрицательной энергии. На войне атеистов нет. Почему суеверия спасают жизнь солдатам? В ней есть своя магия. Войне. Мечты сбываются. Как заглянуть в будущее? Мы в этом случае можем повлиять на результат. Медики знают, что неправильными мыслями можно привлечь неприятности. Если подумать о, в кавычках, вредном пациенте, он обязательно появится. Дальше это уже мне рассказывали мои взрослые учителя. Если больной после выписки не заглянул в операционную и сказал спасибо, доктор, до свидания, обязательно вернется. Спортсмены нередко сами придумывают ритуалы, которые помогают им добиться успеха. Марина Анисина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, у нее была примета. Она ждала специально намоленные монетки, один себе, в правый виндалю, в левый, и она соблюдала эту примету. Главное желание человека на войне – выжить. Из солдат, идущих в бой суеверный 100%. Потому что на войне водоворот случайностей. Повернул направо, надо было вернуть налево. Задержался на секунду, надо было уходить минуты раньше. Встретил нормального человека, встретил отморозка. И все это зависит от тебя. И на что ты хочешь опереться? Какие-то там вехи в жизни. Вот появляются эти приметы. Срабатывают они, срабатывают, никто не знает. Но как же пытается верить? Течение времени суеверия могут меняться. К примеру, во время Первой мировой русские солдаты перед боем старались вымыться и переодеться в чистое нательное белье, чтобы в случае гибели предстать перед Всевышним в достойном виде. В годы Великой Отечественной приметы изменилось. Мыться перед боем считалось дурным знаком. Проводники и прежде, и теперь во время походов не бреют бороду. Военные корреспонденты позаимствовали у летчиков такую примету – не произносить вслух слово «последний». Вместо него говорят «крайний». Была такая примета, называлась личное сохранение. Это последнюю неделю, две командировки, никуда не выходить за пределы расположения, не подвергаться лишнему риску, потому что считалось, что именно в эти последние дни опасность оказывается ближе всего. В середине 20 века немецкий психиатр Клаус Конрад ввел термин «апофения». Это способности видеть закономерности там, где их не существует. Не стоит забывать. Иногда ладонь чешется не к деньгам, а просто потому, что чешется. Настойчиво навязываемый знак вполне может быть результатом чьих-то попыток нами манипулировать. В принципе, вся реклама – это определенное внедрение определенных суеверий. То есть нам продают суеверия. Считается, что стричь волосы следует в те дни, когда луна растет. Подрезанные в эту фазу волосы будут отрастать быстрее. А вот те, кто старается ходить в парикмахерскую пореже, выбирают для стрижки период, когда луна убывает. Вообще, ритуальная магия в любой профессии, она несет в себе вот этот пароль, который в космический интернет, в ноосферу посылается, неким действом или обрядом, или выполнением приметы. Оно действует. Веришь ты в это или не веришь? Существует целая система примет, которая позволяет выбрать для стрижки наиболее благоприятный день недели. Не стоит назначать стрижку на понедельник, вторник и среду. Лучше не стричься и в воскресенье. Зато если отправиться в парикмахерскую в четверг, можно избавиться от недомоганий. Стрижка в пятницу станет настоящим трамплином в абсолютно новую жизнь. А посещение мастера в субботу позволяет загадать желание, которое наверняка сбудется. Сила библейского богатыря Самсона заключалась в его волосах. Коварная возлюбленная героя Далила усыпила Самсона и обрила его голову, после чего он был повержен врагами. В силу, заключавшуюся в человеческих волосах, верят и наши современники. Есть такое понятие, например, одни не выбрасывают волосы. Потому что считается, что если там их найдет птица, утащатся к себе в гнездо, у тебя будет голова болеть. Людям, мечтающим отрастить длинные волосы, профессионалы советуют не зацикливаться на результате. Не задумываться вообще, сколько там их отстригли и так далее. Они еще быстрее будут расти. Поэтому те, кто ценит, цепляются за каждые миллиметр, они годами отращивать не могут отрасти. Некоторые люди во время стрижки не только не переживают о волосах, но и к своей жизни относятся легкомысленно. А другие наделяют этот процесс глубоким смыслом. Так поступает известный актер и шоумен Никита Джагурда. Будем совершать обряд сбрасывания отрицательной энергии. Вот, мало кто. Итак, я на плаху должен. Берете, кладете волосы. Парикмахеры говорят, если расческа во время стрижки выскользнула и из рук упала, прическа уже не получится такой, как было задумано. Но самое главное для мастера – не ронять ножницей. Простая железная подкова. Она висела над входом в дом одного из величайших физиков, Нобелевского лауреата Нильса Бора. Когда его спросили, верит ли Бор, что подкова приносит удачу, он ответил, что нет. Но добавил, что по его наблюдениям, подкова приносит удачу всем. Даже тем, кто в нее не верит. Есть вполне рациональное объяснение, почему подкова может обладать такой силой. Несет удачу. В древнем Египте у лошадей-фараонов были подковы из золота. Найти одну такую на дороге, и до конца жизни будешь богат и счастлив. Так подкова стала символом везения. Человек – это явление природы, которое является передачным механизмом, считывателем информации, которая находится уже в банке данных вокруг Земли. В каком виде этот банк хранится? Суеверие становится своеобразной подсказкой, как правильно расшифровать информацию из этого банка данных. Миры, они сообщаются с нами и мысленно, и через слово, и через свист. Можно вызвать и негативную позицию, как потеря денег, счастья, всего города, а можно вызвать и позитивную. Когда тебя заслушается небесный Илью, и скажут, что так хорошо свистит. Слушайте, давайте мы парням пришлем какую-нибудь благости, какие-то благодные. Иногда возникают ситуации, когда каждый из нас оказывается способен предугадать будущее. Мне рассказывала бывшая фронтовичка, Екатерина Демина, герой Советского Союза, она во время войны была медсестрой в бригаде морской пехоты, что по глазам она видела, кто погибнет в ближайшем бою, кто нет. В общении с человеком мир всегда выбирает те знаки, которые будут понятны. Чтобы понимать смысл таких посланий, совсем не обязательно владеть тайными знаниями. Мы постоянно сговариваем с этим миром, мы с ним общаемся, да, и мы постоянно общаемся, и эти знаки... Другое дело, что мы можем их замечать, да, а можем их не замечать. Иногда судьба так активно стучится, если человек совсем глухой к знакам судьбы, то судьба будет так сильно стучиться, что, например, даже не заводится машина. Ярких знаков встречается множество. К примеру, люди не могут успеть на самолет, которому суждено потерпеть крушение. Все наперед предназначено. Особенно крупные. Крупные какие-то события. Они уже запланированы. Их только надо уметь считать. Почему и появился на Сталдаму Кейси, которые просчитывали, та же Ванга, которая видит будущее. Однако есть явления, которые можно объяснить куда проще. К примеру, истории о привидениях, гуляющих по ночам по старым театрам. Мне мама читала о том, что в темноте шкаф с двумя чемоданами кажется великаном. Это все из области той, когда группа людей, отпраздновав спектакль, выпила хорошо и стала видеть привидений. А вот дежавю, то есть состояние, при котором кажется, что мы уже были в этом месте и в этих обстоятельствах, не стоит воспринимать лишь как сбой в работе мозга. По статистике, состояние дежавю переживает 97% населения планеты. Анри Бергсон, французский философ, называл дежавю воспоминанием о настоящем. Существует теория, что дежавю – это опыт, который мы испытали в параллельном мире. Дежавю – это повторение какое-то, когда человек ощущает, что он попал, что он это раньше видел, как один из вариантов параллельных миров. То есть это какая-то некая перезагрузка того, что могло быть или будет. Это даже некоторые какие-то сверхспособности выходят наружу для того, чтобы что-то дать, ну, какую-то подсказку человеку. Ученые утверждают, люди, страдающие психозами, никогда не испытывают состояние дежавю. Можно предположить, что путешествия по параллельным мирам доступны только психически здоровым людям. Не все суеверия пришли к нам из древности. В Аргентине люди стараются не произносить слух имя бывшего президента Карлоса Медема. В Турции считается опасным жевать жевательную резинку в темное время суток. Возможно, выбирая для знаков и примет новые образы, тонкий мир подстраиваются под нашу действительность. Современных примет день это дня становится все больше. Они связаны и с техническими новинками. Чтобы пролет прошел хорошо, вот надо борта самолета у входа коснуться. Суеверны не только пилоты, но и люди других профессий, работающие со сложной техникой. Например, анестезиологи. Если жениться, переступая через шланг, жди обитие пуповины. Хотя в разных странах существуют разные приметы, некоторые суеверия практически объединяют весь мир. По поводу черной кошки это появление существует у многих народов. Это не только у нас. Не знаю, чем кошки кому-то там наследили, но это и в Европе есть, и в Азии. Пожалуйста, хотите там где-то в Тибете можете встретить, можете встретить в Таиланде или где-то еще. То есть черных кошек недолюбливают везде. В средние века верили, что ведьмы использовали мозг черной кошки для приготовления зелий. Возможно, именно потому возник страх перед этими животными. Есть другое суеверие. Если въезжаешь в новый дом, сначала нужно запустить туда кошку. В нашей стране даже появился новый сервис. Те, у кого нет возможности завести кота или кошку, могут взять животное в аренду. Предприниматели уверяют, от желающих нет отбоя. Почему кошку пускают в новый дом? Незаселенный. И даже заселенный, если его немножко перестроили, там еще долгое время нет. Почему? Очень просто. По той причине, что есть негативные места. И может быть, там был полтергейст. А полтергейст всегда почти связывает с негативом. Он изменяет электромагнитное поле и может навредить человеку. Работа с тонким миром помогает специалистам решать те задачи, перед которыми традиционные методы оказываются бессильны. Это признают даже служители такой точной науки, как медицина. Сейчас настолько сложные диагнозы, настолько сложные диагнозы, что поставить их, скажем так, с помощью знаний своих невозможно, с помощью лаборатории невозможно, с помощью консилингов невозможно. Тогда что? Тогда снимаем с глаз. Так современные технологии, сочетаясь с эзотерическими практиками, многократно повышают свою эффективность. Естественно, должно быть, потому что развитие, оно должно происходить не только в сфере научно-технического прогресса, но, естественно, в сфере отношений, в сфере магии, в сфере суеверий, и мы не должны, в принципе, стоять на месте. Действительно, прогресс налицо. Приверженцы теории параллельных миров смогли вывести науку на совершенно новый уровень, подарив человечеству квантовую физику. Смотрите далее. Клуб 13. Как боролись с суевериями президенты США? Это такая функция у власти запрещать, ограничивать. Сигналы свыше. Какие тайные силы предупреждают нас об опасности? На Земле есть некие порталы, через которые могут люди попадать в параллели измерения, и могут ли параллельные меры сделать нашу жизнь счастливой? Одна энергия подключается к другой. Это все взаимосвязано. О существовании параллельных миров люди стали догадываться еще в незапамятные времена. Сказки о живших в подземельях гномах и обитавших в горах великанах вполне могут считаться первой в истории человечества попыткой описать другие измерения. Находки археологов свидетельствуют, все это не только сказки. Остатки мы находим и тех, и других. И карликов этих самых, Алешенку из Урала. Так? И мы же находим это самое, великанов. Они еще до сих пор в отдельных вот захоронениях находятся. Эти 12-метровые люди. То есть, в принципе, рядом с нами были разного рода вот антропометрические формы. Есть даже, у нас есть в науке многомерная геометрия. Вот эта многомерная геометрия занимается параллельными процессами параллельных миров. В 1931 году один из самых известных уфологов, американец Чарльз Форд, ввел понятие места телепортации. Он считал, что через такие участки пространства можно проникнуть в один из параллельных миров. Именно из таких порталов к нам приходят призраки и прилетают НЛО. На Земле есть некие порталы, через которые могут люди попадать в параллельные измерения. В космосе, естественно, подобных входов в параллельные измерения существует намного больше. Стиффен Хокинг, например, доказал существование черных дыр и также черных дыр небольшого размера. По всему миру ежегодно бесследно исчезают тысячи людей. Возможно, эти люди не погибли, а просто перешли в другое измерение. Есть мнение, что в каждой точке Вселенной находится 64 измерения. То есть 64 параллельных мира находятся в любой точке пространства. И, в принципе, каждый человек может быть имеет возможность чуть-чуть заглянуть куда-то. А может ли параллельный мир быть опасным? Эксперты уверены, вне всяких сомнений. Особенно, если он лежит далеко от того мира, в котором человек живет. Может быть, часть людей просто выбрасывает вакуум в космическое пространство, и они мгновенно гибнут от переохлаждения, ну, собственно говоря, замерзая и от отсутствия кислорода в космическом вакууме. Нередки случаи, когда пропавший всего на несколько минут человек возвращается глубоким стариком. Это значит, что в параллельном мире за это время он смог прожить целую жизнь. Есть очень много техник различных, как можно попасть, но это все непросто. Переходы в отдаленные миры были зафиксированы неоднократно. К примеру, в 1974 году чиновник городской администрации Вашингтона мистер Мартин после работы обнаружил свою машину совсем не там, где он ее оставил. К тому же ключ перестал подходить к замку зажигания. Мартин побежал обратно в офис, чтобы вызвать полицию, но здание не было на прежнем месте. Все вернулось на свои места, лишь когда он вновь вышел на улицу. Судьбой можно управлять. Во всяком случае, так заявляют психологи и тренеры, которые обещают, что научат нас позитивному мышлению. Но может быть, вместо того, чтобы обрести невиданную свободу, мы попадаем в новую зависимость. Для борьбы с суевериями в конце 19 века в Америке был организован Клуб 13. В числе прочих участников почетными членами клуба было пять президентов США. Гровер Кливленд, Артур Честер, Теодор Рузвельт, Бенджамин Гаррисон и Уильям Макинли. Вряд ли клуб преуспел в достижении своих задач. Ведь миллионы людей во всем мире до сих пор с опаской относятся к числу 13. Пилоты вертолетов Ми-8 тоже никогда не старались брать 13 пассажиров. Либо 12, либо 14. Не бойтесь ждать от жизни только хорошего. Именно в этом главный секрет удачи. Есть приметы, которые имеют вполне земное происхождение и никак не связаны с информацией из параллельных миров. Однако их ценность от этого нисколько не снижается. Во время застолья ставить выпитую бутылку под стол куда безопаснее, чем оставлять ее на столе. Ведь подвыпившие люди легко могут ее разбить и засыпать осколками весь стол. Есть с ножа значит подвергать себя вполне реальной опасности. Ведь если в этот момент тебя кто-то толкнет, последствия могут быть весьма плачевными. Примета запрещает сидеть на пороге, чтобы не заболеть. Но учитывая, что именно в дверном проеме бывает больше всего сквозняков, болезнь действительно не заставит себя ждать. Нередко одни и те же приметы разные народы истолковывают по-разному. К примеру, жертвам арахнофобии, то есть людям, которые боятся пауков, будет интересно узнать, что эти насекомые в Индонезии считаются символом достатка. Пауков они категорически не трогают, очень их берегут. Пауки это вообще у них такое что-то не святое. То есть там, где паук, и вообще паутины чем больше, тем лучше, тем богаче будет. Оказывается, не везде считают свист дурным знаком и не говорят ни свисти денег не будет. Есть такое место где-то в Испании, где люди переговариваются со свистом и этим свистом доносят друг до друга информацию. Раньше в народе верили «Свистеть грешно». Народный артист России, мастер художественного свиста Александр Питков убежден, к нему это не относится. Если ты внутри светил, если ты внутри радостен, если ты выражаешь и случаешь позитивную энергию, то свист он даже полезен. Потому что когда я в детстве свистел и потом в юности целый квартал знал, что ты идет Александр Питков и свистит. Свистеть дома не стоит. А вот свист на улице вполне может спасти жизнь. Однажды в жизни была история, когда на меня напало трое человек. И тогда мне приходит идея. Я беру и свищу по-милицейски. Они посмотрели и вдруг в ужасе стали бежать. Я говорю, стойте, ребята, а подраться, куда же вы? Их только след простыл. В разных ситуациях различные значения могут иметь жесты. К примеру, жест коза может означать как защиту от нечистой силы, так и ее прославление. Если козу показывают мужчине рогоносцу, это оскорбление. Если козу видит музыкант, это значит, что поклонники восхищены его талантом. Знак в данном случае является безмолвным вариантом криков «Браво!». Но почему приметы работают даже в случаях, когда в них вкладывают прямо противоположное значение? Смотрите далее. Талисманы и обереги. Как простая безделушка спасает жизнь? Не любил менять одежду, не любил менять рюкзак. И почему из всех врачей больше всего суеверны хирурги? Я говорю, больничный халат вешай на левый крюк. Рожденный ползать, летать не может. Кто управляет нашими судьбами? Во что ты веришь, то и будет подпитывать тебя. Есть множество символов, которые в разных странах трактуют по-разному. К примеру, кивок головой в Албании, Болгарии и Греции означает отрицание, а в Японии лишь подтверждение того, что собеседник вас слышит. Каждый народ разрабатывает собственную, понятную и близкую ему систему знаков. Поэтому суеверие следует трактовать именно так, как это принято в данной стране. Знаковая система, которую вы вырабатываете себе, она нас тоже подстраивает. Человек необычайно приспособлен. Это миллионы лет приспосабливаются, видоизменяются к различным условиям. Именно так появляются талисманы и амулеты, предметы, которые мы сами наделяем защитными свойствами. Вещи, которые долгие годы служат нам верой и правдой, могут стать своего рода оберегами. Других метрисманов не было ни кольца, ничего. Единственное, старался как бы одну и ту же одежду брать в каждую командировку. Не любил менять одежду, не любил менять рюкзак. Вот старые привычные вещи. Я как-то уверенно сочувствовал. Нередко профессиональные суеверия связаны с форменной одеждой. Позвонил своему другу, очень активно оперирующий хирург в институте Склифосовской. Говорит, а приметы есть? Он говорит, есть. Я говорю, что? Я говорю, свой больничный халат вешаю на левый крыль. У тех же врачей множество примет связано с хирургическими инструментами. Во время операции я беру экстренную хирургию, понятно, да? То есть инструмент упал, на него надо обязательно уступить. Иначе привезут следующего на экстренную хирургу. Не сидеть на операционном столе, не сидеть в операционной на подоконнике. Либо к осложнениям, либо гибель пациента. У путешественников есть свои приметы, которые определяют, что нужно привозить домой. Кто-то считает, нужно что-то приобрести в поездке, там, какую-то тарелочку, не знаю, еще что-то, вот, колокольчики свои. Удивительно, но студенческие суеверия даже увековечили в памятнике. В Москве появились два бронзовых башмака, символическая зачетка и большая пятикопеечная монета. Студенты с удовольствием влезают в гигантские башмаки, пытаются попасть монеткой в центр пятака и прикладывают свою зачетку к бронзовой. Ведь все способы, помогающие сдать экзамены, хороши. Множество примет связано с уборкой дома. Здесь тоже есть свой календарь. Считается, что уборка, проведенная в понедельник, приведет к финансовым проблемам. А вот борьба с грязью во вторник наоборот увеличит доходы. Среда самый благоприятный день для того, чтобы наведением порядка в доме занялись предприниматели и бизнесмены. Это направит финансовые потоки в их сторону. А вот в четверг и пятницу воздержаться от уборки рекомендуется всем, независимо от профессии. Уборка в субботу будет способствовать здоровью, удаче и достатку. В воскресенье убирать в доме можно, но рекомендуется воздержаться от грязных работ. Ученые доказали, люди, верящие в приметы, живут дольше скептиков. Английские исследователи в течение четырех лет вели наблюдение за пятью тысячами добровольцев и выяснили, что среди тех, кто дожил до 80 лет суеверных людей, 93 процента, и почти 100 процентов суеверных среди тех, кто перешагнул рубеж 90-летия. Вот я фронтовичка, прожила большую жизнь. С мужем прожили мы 68 лет. И я и верила, и не верила, вот эти самые суеверия. Приходилось и верить, и не верить. Нина Васильевна Бухарова родилась в декабре 1923 года. Прошла всю войну. В 2000-м году принимала участие в параде победы на Красной площади. У меня случай был так, я легла спать и слышу, кто-то шевелится у меня в постели. Я испугалась и так, и говорю, дедушка, да, домовой, домовой, к счастью, или к добру, или не к добру. Он мне сказал, к добру, и вот я вскоре вышла замуж. Как же связаны между собой продолжительность жизни и суеверия? Может быть, вера в приметы заставляет людей быть осторожнее в поступках и словах и спокойнее воспринимать возможные неудачи? Именно поэтому суеверные люди менее подвержены стрессу, а значит, обладают более крепким здоровьем. Но главное характер. Сержень, да. И тогда вы проживете долго, спокойно, безо всяких приключений. Секрет по-настоящему счастливой жизни в осознанности того, что с тобой происходит. Я глубоко убежден, что интеллект человека может управлять, научиться управлять и стихиями, и своей судьбой. Вопрос о том, можно ли управлять своей судьбой силой мысли, сегодня уже больше не стоит. Обсуждения давно перешли в практическую плоскость. Как именно это делать? Исследователи уверены, успеха достигают те, кто обладает позитивным мышлением. Очевидно, все-таки здесь лежит в основе электромагнитная природа, потому что у нас тоже с вами электромагнитная природа восприятия и движения в нашей мысли, информации в голове и в нашем теле. Потому что мы обладаем определенным полем. И эти поля взаимодействуют вот с этим, с полем Земли, с полем нашей планеты. Вадим Зеланд, автор многих книг о способах управления своей судьбой уверяет. Любое наше желание осуществимо. Главное постоянно помнить о том, что исход всех событий определяет наш настрой. А если схожие мысли появляются сразу у большого количества людей, тогда положительный результат тем более вероятен. Именно по этому принципу работают коллективные ритуалы. Просите близких мечтать вместе с вами. Ритуалы возникают не на пустом месте. По мере развития цивилизации, по мере того, как люди начинают познавать мир и им начинают открываться его тайны и его таинства, в том числе духовные. Ритуалы, особенно совместные, позволяют людям отбросить сомнения в том, что их желание осуществится, при этом многократно возрастает сила мысли. Так работает знаменитый закон притяжения. Его действие было знакомо людям еще задолго до начала 20 века и открытий, связанных с существованием параллельных миров. Великих поэтов часто называли пророками. Они как бы могли воспринимать информацию недоступную обычным людям, и при этом они не только передавали, но как бы притягивали наш мир, ну как положительную, так и отрицательную. Современная техника все чаще позволяет фиксировать проявления других миров, недоступные невооруженному человеческому глазу. Есть несколько фотографий, когда люди фотографировались на фоне эльфийских мест, вот, а потом, когда проявляли, оказывалось, что там есть фигуры людей, которые там не должны были быть. Суеверие указывает нам на то, что существуют пришельцы из параллельного мира, способные оказать влияние на нашу жизнь. Они помогают быть более осторожными, может быть, да, человек помогает ему принять какие-то меры защиты. Сегодня фиксируется так много необъяснимых явлений, что даже в рамках традиционной науки появилось такое направление, как аномология. Это новая наука, которая занимается аномальными процессами на Земле, в космосе и под водой. Пока наука лишь приступает к изучению подобных процессов. Тем временем система суеверии, разработанная человечеством, позволяет нам выживать в многомерном мире, в котором, как уверяют эзотерики, кроме нас есть и множество других разумных существ. Они очень мстительные. Если их обить, они очень как бы обидчивые, они начинают мстить, начинают несчастье или порчу на человека наводить. Или если они благодарны, то, соответственно, они людям сильную жизнь облегчают. Как я сказал, для людей это воспринимается как нечто сверхъестественное. В конце 18 века в Англии страх перед пятницей, которая приходится на 13 число, стал настолько распространенным, что власти решили сделать все возможное, чтобы доказать абсурдность этого суеверия. Было решено построить корабль под названием «Пятница». Строительные работы начались в пятницу 13-го, и в пятницу же 13-го он был спущен на воду. Судно вышло в открытое море, и с тех пор ни его, ни экипаж никто не видел. А люди получили очередной знак пренебрегать суевериями опасно. Человеческая душа находится внутри клеток головного мозга. Такую теорию выдвинул американский ученый Стюарт Хаммеров. После смерти квантовая информация, которая содержится в этих клетках, не разрушается, а рассеивается по Вселенной, становясь общедоступной. Так и появляются путеводные знаки в виде примет, позволяющие сделать нашу жизнь безопаснее. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова